Добрый вечер. Начинаем анализировать подробности уходящей недели, которая принесла Украине еще одну катастрофу. Еще один масштабный пожар на складе боеприпасов. Уже третий только за этот год. Калиновка Винницкой области. От разлета снарядов пострадали 2000 жилых домов в самой Калиновке и окрестных селах. В первые же часы после начала пожара пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Разминирование пострадавшей территории продолжится как минимум до декабря месяца. Что стало причиной этого пожара? Кто должен нести ответственность за то, что такие происшествия на военных объектах в Украине возможны? Это главные вопросы нашей сегодняшней программы. Ну а начнем с места событий. Наш Стас Кухарчук с первых часов чрезвычайной ситуации работает в Винницкой области. Сейчас он на связи с нашей студией. Стас, я приветствую тебя. Скажи, что прямо сейчас происходит в Калиновке? И можно ли вообще сказать, что пострадавшие территории возвращаются к нормальной жизни? Вечер добрый, Алексей. Ну на эту минуту можно с уверенностью говорить о том, что практически все эвакуированные жители уже вернулись домой. Напомню, что в результате пожара на складе были эвакуированы более 30 тысяч человек из как минимум трех населенных пунктов. Но вот главный вопрос сейчас остается. С чем сталкиваются эти люди по возвращению домой? Ведь практически 80% жилых сооружений и домов пострадали от взрывов. Вот там в основном поразбивало стекла, разбивало крыши. В некоторых случаях взрывной волной выбивало даже входные двери. И вот люди сейчас постепенно начинают восстанавливать это жилье. Но те, у кого есть хоть какие-то сбережения, сейчас пытаются закупить шифер, стекло. Это сейчас самые ходовые материалы в Виннице и в Калиновке. А та помощь, которую выделило правительство в 100 миллионов гривен, к сожалению, в отдаленные пострадавшие районы пока еще, опять-таки повторюсь, к сожалению, не дошла. И люди самостоятельно пытаются восстановить жилье. Но хотелось бы также отметить, что это катастрофа, в который раз сплотила украинцев. Сейчас гуманитарная помощь для пострадавших жителей Калиновки, Сальника и Павловки идет со всех уголков страны. К слову говоря, вот село Павловка, оно приняло на себя основной удар взрывной волны. И о том, как в это село сейчас возвращается жизнь, смотрите далее в нашем материале. Так утром после ночи взрывов на артскладах выглядело село Павловка. От арсенала его отделяют всего несколько километров. А для разлетающихся снарядов это не расстояние. Люди бежали в панике, в чем были, забывая даже закрыть свои дома. Буквально за одну ночь многотысячное село опустело. По улицам метались лишь испуганные животные. Но спустя два дня Павловка снова ожила. Местным жителям разрешили возвращаться домой. Но Галина Степановна никуда из села даже и не выезжала. После первых взрывов они с мужем спрятались в погребе и пропустили эвакуацию. Сейчас Галина Степановна проверяет, не появился ли в селе газ. Мечтает о горячем чае, но приготовить его пока не на чем. В ночь взрыва в Павловке и прилегающим к пылающим складам селам отключили все коммуникации. Правда, вчера вечером уже появилась телефонная связь и свет. Хотя от этого теплее не становится. Через выбитые окна в стареньком доме вовсю гуляет ветер. Павловка пострадала больше всего. Вот тут повреждены почти все дома. 80 процентов. Эта местная школа, недавно отремонтированное здание, сейчас больше напоминает руину. Без стекол и с разбитым потолком школа еще не скоро сможет принять учеников. Пока позволяет погода. Жители Павловки спешат хоть как-то восстановить жилье. Василий Винница купил шифера на несколько тысяч. Говорит, ждать государственной компенсации некогда. Разрушение в Павловке фиксируют местные чиновники. Эта часть села почти вплотную примыкает к лесу сгоревшим складам. И именно тут самые большие разрушения. Здесь даже сегодня отчетливо слышны разрывы с тлеющего хранилища. Люди жалуются. Представители властей сюда пока не дошли. Начали бы звезды, мы тут самые большие постаратели, мы тут самые ближние. Они где-то начали в центре села ходить. Вот такая ситуация. Но проблема с ремонтом жилья – это полбеды. Село буквально нашпиговано разлетевшимися боеприпасами. Владимир ведет сапера на свой огород. По дороге объясняет – косил траву и обнаружил часть ракеты «Град». Не могу точно сказать, что там. Так подлиннее. Может, там нет ничего серьезного. Осмотрев находку, пиротехник успокаивает. Этот кусок железа не опасен. Но буквально в 100 метрах. На соседнем огороде сапера обезвреживают предмет куда пострашнее. Все боеприпасы небезпечные. Все, абсолютно все боеприпасы, которые находятся на оружии, они небезпечными. Для жизни и здоровья как населения, так и особого склада, которые работают. Работа достаточно небезпечная. Работы у пиротехников хватит еще надолго. Сообщения о найденных боеприпасах поступают спасателям едва ли не каждую минуту. Да и сама территория склада частично тлеет. Все посты по нему оцеплены военными. А над территорией то и дело. Маневрируют пожарные самолеты. Станислав Лукачук, Сергей Музыка. Подробности недели. Телеканал Интер.